Да, дорогой, я тут. Нормально записался, короче. Да. Нормально. Ну, надо по деревяшке постучать. Так, ну ты готов, да? Да. Александр, добрый день. Здравствуй, Андрей. Я тут приготовил разные таблички, на всякий случай. Могу тут сказать, что я звоню тебе из Лондона, там, или из другого города, там. На всякий случай, там, мало ли. Ну, сзади у тебя карта Российской Федерации, так что ничем не убьешь. Ну, расскажи, как прошло. Сейчас я, ты даешь, по-моему, первое интервью, да, после презентации своего нового проекта, да? Все, как с вами договаривались, да, абсолютно. Абсолютно. Первое, сразу, буквально 40 минут назад, да, ну, час где-то закончилась презентация. Рассказали, что, как, потому что огромное количество слухов, люди, знаешь, вот это, а что тут сказали, что там сказали, в данной ситуации конкретно рассказали, что есть, почему есть, ответили на вопросы, ну, то есть, по максимуму смогли людям рассказать, где косяки, подводные камни, все, то есть, рассказали действительно, что есть. Не просто, бла-бла-бла, мы молодцы, все здорово, а действительно, и какие косяки есть, и где могут быть косяки. То есть, ну, по максимуму постарались ответить на вопросы, которые были. Александр, ну вот, такой торжественный день от вскрытия новой кампании, а вот что чувствует президент новой кампании, поделитесь ощущениями, вот первый день. Ну, ты знаешь, пока ничего не чувствуется, по одной простой причине, в принципе, мы-то начали работать очень давно, знаешь, мне на самом деле убивает, когда люди начинают писать вещи, о которых они вообще не имеют представления, то есть, просто, чтобы ты понимал, просто, вот элементарно, на сегодняшний момент уже было потрачено по времени почти 9 месяцев. То есть, это не то, что там 2 дня, знаешь, когда меня убивает, когда на различных ресурсах начинает писать, да вот, что там такое, пошел, типа, открыл кухню, получил там лицензию, и все. То есть, пускай люди просто попробуют хотя бы пройти процесс получения простого white-лейбла и подключения мостов для ликвидности. Вот, вот, когда они это пройдут, только тогда они смогут сказать. И когда люди начинают говорить, вот там, там, что там за 4 дня взяли это, подключили это, что там, просто, чтобы ты понимал, мы сейчас, мы лицензию на Белизе получали полгода. То есть, сейчас до такой степени вообще жесткач стал, да, вот мы сейчас в процессе, там, будем получение европейской лицензии от года до полутора. Проверяют просто так, и когда люди начинают, типа, говорить, что, да, это херня все, вот я просто этим людям желаю, чтобы они прошли полностью вот этот кусочек от и до, а потом говорили бы. Это неимоверно тяжелый труд, на самом деле, и количество людей, которые у нас работают уже, и там элементарно даже колл-центр выстроили, чтобы люди правильно отвечали на вопросы, потому что люди иногда звонят, я тебе скажу честно, с такими вопросами, что... Ты сам знаешь, ты в этой индустрии очень много лет, и ты сам знаешь, когда просто какой-то идиот звонит даже просто на фронт-деск девочками, и начинает просто терроризировать, потому что у него плохое настроение. Вот такие люди иногда попадаются, задают такие вопросы, что... И надо девочек натренировать, чтобы они действительно элементарно, правильно, хорошо отвечали на вопросы, знали, как, что сказать, и в то же время клиент остался довольным. Ну, ты знаешь, вот все-таки у тебя один проект, сейчас масштабный проект, сейчас другой проект масштабный, и 9 месяцев ты заняла подготовка, да, наверное, мало спал, много работал. А как вообще... Сейчас я расскажу. Семья, семья, вот скажи, как она реагирует на то, что близкие, семья, на то, что у тебя только проекты, и такая занятость. Влада, даже не забываю еще другое, трейдинг еще. Единственное, что я в день, вот у меня стандартно, значит, у меня полумеханические системы, о которых я рассказывал в прошлом интервью. Моя задача еще минимум где-то 3 часа в день потратить на домашнее задание. Слава богу, что у меня есть, а, первое, иногда эти 3 часа в сутки, и доверенные люди, которые, например, мне могут там из всего вот этого шума что-то отфильтровать. Как бы я не могу сказать, что я прямо ночами не спал эти 9 месяцев, потому что, благо, у меня очень сильные партнеры, и у нас с первого дня была выстроена вертикаль. То есть есть люди, которые занимаются своими делами, по-простому докладывают. То есть, например, фронт работы сделан, доложили, потому что президент, он не может образно участвовать в мелочах, потому что иначе просто эти бытовуха его засосет. Поэтому я занимаюсь основными делами, это технологические вопросы. Вот все это время занимался технологическими вопросами. Я же говорю, благо, у меня очень сильные колоссальные связи за столько лет на Волстрит, и, как ни странно, люди иногда думают, что откуда идет ликвидность. И самые большие крупные компании по поставке ликвидности, это как раз чисто идут из Америки. Да, есть огромная компания, типа Т-360, люди могут посмотреть. И в основном это все как раз именно самая высокотехнологичная компания, по ликвидности, расположенная в Америке и в Канаде. Поэтому, благо, у меня большие связи, поэтому мне легче было. Я прямо там несколько встреч сделал, поехал, посмотрел, меня подключили. Семья, мы всегда знали, всю жизнь так работала. Я стараюсь просто на 2 часа лета, каникулы, я стараюсь сына везде с собой брать, на все встречи, стараюсь с собой брать, чтобы побольше с ним провести время. Но так, это нормальное явление, мужчина должен работать. Тем более, как молодой мужчина, я себя считаю, довольно-таки молодым, мне сроки 4 года. И мужчина должен работать, не имеет значения, сколько денег у него есть. Я просто элементарно на юге Франции оказался, и я смотрю людей, которые в сотни раз богаче, чем я, которые приезжают на Rolls-Royce, и они иногда могут и с телефоном сидеть, и иногда и с айпадом, и с телефоном, и на скайпе отвечать на вопросы. Это нормальное явление в сегодняшний день. Благо, 21 век и век передовых технологий, поэтому всегда можно сделать скайп-конференцию или собраться всем пообщаться. Сейчас он с Димом Полянский не смог подъехать, но наш интервью с Ром при незримой поддержке бета-финанса Полянска проходит. Димон, ты меня слышишь? Димон, да, он прямо, знаешь, когда был разговор об этом эксклюзивном интервью, он прямо сказал, говорит, Александр Михайлович, обещайте, я говорю, Дим, ты знаешь, я чек-слова, я сказал, вы будете первые по интервью, именно видеоинтервью, там будет еще интервью в Магнате, но это письменное. Ничто не заменит живого общения, Андрюш, ты знаешь. Согласен, Саш. И более последнее время я смотрю, ты тоже становишься очень популярным, людям очень нравятся твои передачи, и на самом деле я тоже смотрю, на основном смотрю больше таких, ну, не трейдинговых персонажей, а таких более жизненных. Спасибо. Ну вот, Димон, значит, либо Александр Герчик меня порвет, либо я порву его, но мы сделаем, так сказать, рейтинговое видео сегодня. Александр, вот вопрос такой, а вот как люди отнеслись, в общем, многие наверняка же отнеслись, не все позитивные, некоторые сказали, что вот, Герчик показал лицо свое истинное, что это кухня, ну, разные отзывы, расскажи про его. Так можно, не вопрос, я могу тебе показать имейл, и я получил несколько сот имейлов сразу после просто передачи, люди написали, отлично. Я тебе отвечу вопрос так, можно сидеть, отдуваться, знаешь, рассказывать, ну, люди же сами все увидят. Ну, что, значит, показал свое истинное лицо? А другие компании, которые обокрали клиентов, все у них было красиво, все отлично. Тут хотя бы люди знают, с кем они имеют дело, понимаешь? Я всегда считаю, ну, видишь, лучше с умным потерять, чем с дурком найти. Ты сам знаешь, что когда ты выставляешь видео, это абсолютно, есть просто категория людей, которые, она настроена изначально отрицательно, что бы ты ни сделал, даже если ты разделся и бегал бы, понимаешь, когда у человека складывается определенное мнение о тебе, да, ну, вот смотри, просто элементарно, я весовой категории 88 килограмм, при росте там 182, понимаешь, я не считаюсь жирным, но в интернете пишут там, этот жирный, ну, зачем человеку я буду доказывать или буду раздеваться и показывать, в каком там я состоянии, это же бесполезно абсолютно, у человека сложилось свое мнение, так же самое, когда ты свои видео делаешь, ты делаешь же, потому что тебе в кайф, и мне это в кайф, мне реально, честно, вообще на мнение чужих людей мне абсолютно все равно, как ни странно, ты знаешь, может даже очень хорошо они выписываются там себе, но с другой стороны, им огромное спасибо, потому что буквально за месяц назад, когда мы открыли только веб-страницу нашу, герчик-нко, тролли уже начали лазить по интернету и там уже выставлять нашу страницу и все остальное, и начали писать, мне после этого написало огромное количество трейдеров, я сделал специальную закладку, в которой сказал Александр Михайлович, когда вы откроетесь, мы идем к вам. Дальше, ситуация на самом деле такая, что мнение чужое, у них же не нужно мое мнение, а мне не нужно их мнение, и ты знаешь, вот например, мы сделали веб-страницу, ну началось, куча вот этого веб-страница пошла, вот они сделали веб-страницу и все остальное, я еще раз хочу всем сказать, я делаю эту компанию для себя, я делаю то, что нравится мне, я вкладываю свои собственные деньги, я не буду, а, ни у кого идти на поводу, абсолютно, я не буду делать то, что мне говорят, потому что чужое мнение, я знаю свое, мне 44 года, и у меня все хорошо, я знаю, чего я добился, я знаю, на чем я езжу, и где я живу, поэтому мне абсолютно чужое мнение, непонятного человека, без имени, без фамилии, оно абсолютно никакого значения не имеет, так же самое, как тебе, когда кто-то пишет. там на самом деле, позитив преобладает, там Александр, с хорошего плавания, сегодня смотрел, кстати говоря, вот, знаешь, я тебе говорю, что есть просто ресурсы, да, например, я очень, я великолепно отношусь к Тимофею Мартынову, великолепно, но на самом деле ресурс в последнее время стал очень засторанный, то есть я смотрю, знаешь, как я смотрю, я иногда смотрю, какие приходят записки туда, и кто как реагирует, например, человек выложит графики, и покажет что-то, и расскажет, как он заходил, и будет два комментария, а когда начинается политическая ситуация, или какой-то абсер, идет 300 комментариев, или какая-то девочка там пишет какую-то вообще ерунду несносную, да, я просто, ну на самом деле на профессиональном уровне это просто, ну, второй класс, и только потому что это написала девочка, начинается там 500 комментариев, и что реагировать, поэтому я абсолютно не реагирую, наоборот, всем огромное спасибо, что упоминает наше имя, как Мадонна сказала, если тебе плюют спину, значит ты впереди. Александр, давайте поговорим немножко о брокере, зашел я на ваш сайт, и посмотрел, что вы особенно считаете эффективным понятие риск-менеджмента, и что, ну, это помощь, большая помощь, и начинающим, вы будете следить, и по случаю чего... Моя задача, моя задача... Подробнее, ладно? Да, моя задача, в первую очередь, это, по-простому, помочь людям не слиться, мы позиционируем себя, как СТП-брокер, то есть, мы выводим заявки на биржу, и задача номер один, это не дать трейдеру слиться. Скажу тебе честно, я как выходец, я расскажу всем это, это абсолютно не секрет, я как выходец из трейдинговой индустрии с 2003 года, с 2001 года, а я управлял большую группу трейдеров, и я видел одну вещь, что если трейдера держать в узде, то есть, под риск-менеджером, ты все равно с него заработаешь кучу денег, то есть, он все равно платит комиссионы, он все равно торгует, но, во всяком случае, больше шансов, гораздо, что этот трейдер вылезет и сможет зарабатывать деньги через 2, через 3, через 4 года, тем самым, он накормит и брокера, тем самым, он и накормит и себя, и не будет вот этих эмоциональных срывов, для этого и вводится система риск-менеджмента, я не скажу, что я сделал что-то, какое-то ноу-хау, или изобрел что-то новое, да, есть элементы определенных ноу-хау, это в связи с тем, что как бы чисто из моего опыта, но в основном, это система, которая просто не даст трейдеру умереть, это самое главное, моя задача, это просто удержать людей, понимаешь, бывает даже такое, на семинаре сидят люди, и ты его готовишь, как бы, чтобы человек не терял деньги, просто элементарно, да, и ты его готовишь, там говоришь, вот риск-менеджмент, вот это, 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 и он встает и говорит, шеф, я все понял, поэтому система риск-менеджмента предназначена для двух вещей, первое, это, чтобы не дать трейдеру слиться, потому что я не зарабатываю на сливах, и второе, это то, что трейдер будет взаимодействовать с инвестором, у которого тоже будет стоять риск-менеджер, и потому что огромное количество ситуаций происходит, когда трейдер просто сливает инвестора, а если у тебя будет стоять риск-менеджер, и ты не сможешь потерять больше 10% от капитала, все. Вот я посмотрел, то, что было сейчас в презентации, да, и вот ты сказал буквально, сейчас вот буквально так сказал, что компания открыта для предложений, и все можете писать предложения, рассмотрен с полной серьезностью. Абсолютно верно. Если у меня какое-то предложение есть по улучшению работы, по сотрудничеству, я могу на хелп писать, да? Да, конечно. Я такие самые серьезные вопросы рассматриваю лично, просто у меня есть специально обученные люди, которые комплектуют эти вопросы, там в определенный, да, клубок, и мне просто присылают, потому что, естественно, есть вопросы там детского формата, ты же знаешь, трейдеры, трейдеры, это самое недовольное существо на свете, все не так, график не тот, котировки не те, всю жизнь люди жалуются, все не так, и все-все-все-все не так. Естественно, мы не сможем каждому трейдеру прямо писать, хорошо, мы сделаем это, мы сделаем это, добавим. Но если, например, там 15 человек написали и сказали, а вот было бы неплохо, что в личном кабинете была бы такая фишка, или тот-то-то. Не забывайте, что мои два партнера, один из партнеров, он 10 лет в Форекс-индустрии, он как бы знает, что нужно трейдерам. Если действительно адекватные вещи, плюс не забывай, я всегда на скайпе, я всегда на e-mail, или я сам отвечаю на многие вещи. И если люди будут давать действительно адекватное предложение, 100%, в какой компании еще люди знают своего президента? Я хотел всегда построить компанию, как Ричард Бенсон, президент Virgin Atlantic, понимаешь? Я тоже могу переодеться в стюардессу и полететь на своем собственном самолете, ну, которого у меня пока еще нету, полететь и выступать в роли стюардессы. То есть я абсолютно не стесняюсь. Я хочу, чтобы люди знали, кому они доверяют и куда они несут свои деньги. Знаешь, сегодня интересная ситуация была, кто-то написал, типа, вот очередной Кондаков из ММСС. Ребята, я позиционирую себя как президент компании, я ни у кого не беру деньги, я беру деньги в компанию, и деньги, люди знают, где деньги хранятся, дальше вы торгуете сами. То есть нету такого, что если я позиционирую там как какая-то суперзвезда, у меня есть отдельный бизнес, где я управляю активами, там, пожалуйста, есть результаты, вы можете смотреть. Но человек сам выбирает. Ты же понимаешь, одна вещь, какая бы реклама ни была, я в высоком случае не буду, нигде в моей компании не будет сказано, заработайте миллион, станьте миллионером, заработайте деньги быстро, никто не будет названивать, колл-центр заточен на ответ звонков, но никто не будет звонить и предлагать какие-то продукты, я это официально заявляю. Александр, ну ты понимаешь, что, допустим, если с этим бизнесом пойдет что-то не так, то ты потеряешь тоже некий имиджевый, да? То есть ты тебе замк... Я не некий имидж потеряю, я потеряю весь имидж. Да, да, ты плюс берешь и минус, там некий мультипликатор работает. Нет, ну конечно, я знаю, на что я иду, но так как все процессы контролируются мной, поэтому я все вопросы решаю. Слушай, я посмотрел на твоем сайте, там колонка с 14 тарифами, по-моему, вертикальная такая. И левая самая тариф 1000 рублей, вот этот стартовый тариф. Долларов. Долларов, 1000, да, долларов, извини, пожалуйста. Я подумал, что 1000 долларов сейчас вот не такая маленькая сумма. Это совсем не маленькая сумма, просто дело в том, что может в будущем мы сможем, мы в принципе можем принимать любую сумму денег. Единственное, что я не возьму, потому что расходы по содержанию, они огромные. И фирмы, которые наберут 10 центов, 20 центов, 30 центов, я не хочу завлекалов. Мне не надо никакой завлекалов, типа какие-то супер программы. Да, в будущем мы сделаем там счета, может, и по 500 долларов, или 700 долларов, или 800 долларов, чуть-чуть ниже тысячи. Но в данной ситуации, в данной ситуации я не хочу быть какой-то завлекаловым, предлагать какие-то бонусы и все. Это компания, это профессиональная компания, которая занимается тем, что предоставляет людям доступ. Поэтому схема компании не построена на то, чтобы там заниматься тем, чтобы сидеть и колл-центр обрабатывал счета, там, 20 долларовых, лишь бы кого-то собирать. Не надо, я не нищеброд. Я не хочу строить компанию по виду нищеброда. У нас есть профессионально обученные люди, и я не хочу, чтобы мои профессионально обученные люди, которые получают зарплату, сидели и обслуживали клиентов с 20 долларами. Не потому, что я плохо отношусь к людям, которые не хотят понести 20 или 30 долларов. Просто с этими маленькими суммами все равно расход точно такой. То есть, если позвонит клиент с 1000 долларов или с 20 долларов, то ему надо уделить одинаковое время. Поэтому просто не вижу никакого смысла пока сейчас минимум. Я тебя понял. Это как брокерская компания. Могут сервера забить клиента до 10-тысячники. Ну, обычно, и самые маленькие. Как ни странно, ты сам знаешь, ты меня поймешь, и ты скажешь, что правду я говорю или неправду. Как правило, самые маленькие клиенты это всегда самые трудные, потому что они начинают просто выносить мозг. Я когда работал в Финаме, то клиенты там с 5000 рублей просто они 350 раз звонят, а человек, у которого там 10 миллионов на счету, ты его услышишь может один раз в год, когда ему надо вывести деньги. Это принципиального нету, это абсолютно не принцип, это просто бизнес-модель. Да, но мы их не обижаем, потому что он маленький-маленький, потом ба-бах и заведет нормальную сумму. Нет, я не к этому говорю, я просто говорю, это такая бизнес-модель. Мы потом, когда действительно раскрутимся и когда будем зарабатывать деньги, потому что пока сейчас одни расходы и расходы колоссальные, которые числяются сотнями тысяч долларов. И когда мне люди говорят, типа, что это херня какая-то, просто чтобы люди понимали, что на Белиз надо положить 100 тысяч долларов, только положить. А почему Белиз? Трахового депозита. Почему Белиз? Дело в том, что когда мы подавали документы, у нас в принципе все было готово для открытия компании. То есть люди были и все остальное. Мы начали рассматривать, естественно, начинаются звонки по адвокатским конторам и начинаются вопросы, там, сколько, сколько, сколько. То есть, например, нам говорят, Кипр столько-то, Новая Зеландия столько-то, Англия столько-то, Германия, Баффин столько-то. Да я скажу, даже больше, я лично сам ездил, и поэтому, когда мне начинают, я же говорю, меня больше всего раздражает, когда люди начинают нести херню, которые ничего не знают. Я лично ездил в Баффин, да, это немецкий регулятор, это было в прошлом году. Я лично ездил и разговаривал в Бундесбанк, Бундесбанк и Баффин это одно целое. Я лично провел три часа стоп-менеджмента Бундесбанка, где мне конкретно рассказали про Баффиновскую лицензию, сказали, сколько это по времени не будет, что это будет и все остальное. И мы поняли одну вещь, что есть два варианта, либо начинать вариант быстрый, это что-то быстрое, типа Белиза, или начинать запустить бумаги и непонятно, сколько уйдет этот процесс. Просто, чтобы ты понимал, только на Белиз ушло шесть месяцев. А когда ты впервые понял, что тебе интересен этот бизнес и ты, значит, займешься порой? У меня есть просто был один студент, который, как ни странно, был один студент, который со мной вместе учился у меня, потом вместе начал самосотрудничать, вот он и сказал, это было полтора года назад, он позвонил мне и говорит, Александр Михайлович, вот смотрите, такая ситуация, нет действительно хорошего сервиса, ну, такого, как мы хотим дать. Я сказал, я не хочу себя ни с кем сравнивать, ни с какой фирмой, есть миллион фирм, люди будут сами выбирать. И мы начали процесс в прошлом году в январе месяце, то есть полтора года назад. Александр, вот у нас в компании есть целая такая индустрия по обучению новичков, правда мы на фонде работаем. У тебя что-то будет в такие сервисы для обучения новичков? Есть ли шанс у человека пройти обучение у тебя лично? Да, обязательно. Ну, во-первых, такие шансы есть 100%, а во-вторых, все люди, которые, например, будут регионально обучать, да, у меня для каждого человека, во-первых, они обязательно должны быть сертифицированы мной быть. То есть я проверю, именно в региональных офисах люди будут там образно, ну, преподаватели будут, будет слет, так называемый, и все должны будут быть обязательно сертифицированы. Потому что когда я иногда вижу, какие люди читают, какие-то даже мало-помальски, ну, легенькие семинары, просто о тренинге, то меня просто возбуждают. Ну, не будут там семинары, типа вот возьмите и натяните там линию Фибоначи здесь, или линию Фибоначи там. То есть люди будут обязательно проверены, обязательно все с рисками, обязательно со стопами, все как положено, да. Еще вопрос, почему-то там на сайте в информации указано доверительное управление, не ПАМ, а какое-то тима какое-то, что это такое? Trusted Investment Management Account. Ну, мы не хотим идти, опять же, мы не хотим идти ничьими путями, и тем более мы, как бы, довольно-таки, ну, не бедная компания, да, то есть мы с партнерами, у нас с деньгами проблем нету, и мы пытаемся создавать свои собственные продукты, да, чтобы не сказали, например, а вот в этой компании есть то-то, а вот вы себя с этими сравниваете. Нет. Мы сами создали, так называемый, называется, Trust Investment Management Account, Тима, где каждый инвестор сможет защититься. То есть, я не буду пока раскрывать все детали, но на самом деле сервис очень интересный, который будет прикрывать и трейдера, и инвестора, потому что бывают такие ситуации, например, что трейдер слился, а инвестор плачет. У нас такого не будет. Другая ситуация, и трейдер заработал деньги, а инвестор ему не отдает. У нас тоже этого не будет. То есть, это система, которую будут прикрывать и трейдера, и инвестора. Вот вопрос интересный, который Полянский бы тебе не задал, просто, а мне пришло в голову. Такими качествами должен обладать трейдер, чтобы сотрудничать с Герчиком ЭКО. Управляющий, управляющий, извините. А у меня есть специальная рыба для каждого управляющего. Каждый управляющий присылает свои координаты полностью, показывает, кто он и что. Да я тебе сейчас попробую даже открыть, по-моему, у меня есть уже готовое. Мне вот недавно трейдер прислал, сейчас я покажу тебе, если смогу показать. Вот у нас так называемая анкета трейдера. Сейчас я просто уберу я уберу сейчас фамилию, попробуйте показать. Как там показать рабочий стол? Инструменты, вид. Так, сейчас звуки. Вот демонстрация экрана. Видно? У меня грузится пока. Сейчас. Сейчас. Писочные часы типа, да? Вижу, типа, о, да, пошло, все хорошо, да. Вот это все по-честному, видишь, я показываю тебе. Это, ну, я не буду показывать, как бы, имя, фамилию человека. Вверху его фотография, паспортные данные, как положено. Да. 100 человек, кто он такой, как он работает, стейтмент обязательно книзу, что он делает, какая рисковая составляющая, видишь полностью, что он делает, как он торгует, и если он действительно достойный, ну, по моему мнению, то да, ну, у нас будет просто, мы хотим разделить на два вида управляющих, те, которые проверены нами, и те, которые не проверены. Мы не можем не пускать людей в бизнес, которые хотят у нас образно быть пам-управляющими, но те люди, которые адекватные, которые мне сами присылают, и я понимаю, что они делают, то, естественно, такой человек будет там образно верифицирован на странице, что он предоставил свои данные, потому что огромное количество этих мнимых управляющих в интернете, никто никогда не видел паспорт, люди непонятно, куда пересылают деньги, то есть я хочу сделать это более открыто. Саша, ты не покажешь вид за окном? Вообще, где ты живешь? Ну, какая погода там вообще? Смотрите, очень любопытно. Сейчас, видишь, я все равно с тобой работаю, да, это... Интересно. Слушай, как здорово. Да, это юг Франции. А какая температура там? Там, смотри, мелководие, можно купаться. сейчас где-то... Да-да-да, вон все купаются, вон люди купаются. Прямо внизу пляж, это Монте-Карло. И сейчас сын как раз на пляже. Я работаю, я же говорю, 21 век, ты знаешь, что здесь, конечно, очень здорово, здесь, конечно, платишь деньги, но один большой плюс, везде интернет. Везде интернет. Я утречком сажу, сделаю домашечку, пока все спят, там, 2-3 часа делаю домашечку, отправляю, и дальше ребят торгуют. И так же самое, видишь, я сижу, все смеются, а я вот... на трех телефонах. Понятно. Вопрос от моего друга из сайта BetaFinance. Он с нами, незримо. Димон, я тебя не подведу. Будешь ли ты сотрудничать? Петерников тебя уже не подводит. Да, с Валентиной Дрофой и Алерне. Валю я знаю очень много лет, пожалуй, наверное, из всех, дольше всего. Валю я знаю еще, когда Валя была в Брока. С Валей у нас великолепные отношения, наше сотрудничество будет зависеть от нее и от меня. Захочет ли она, захочу ли я, но мы, в принципе, на эту тему уже говорили. Вопрос один. Ты знаешь, у меня нет суперкрасивых продуктов. Я не позиционирую себя, как волшебник в голубом вертолете. Помнишь? Как в этом мультике, да. У меня есть хорошая компания, у меня есть отличная ликвидность, у меня есть отличные условия для людей, рыночные комиссионы. Я не позиционирую себя, например, как какой-то дешевый дом, я не выплачиваю абсолютно никакие бонусы, я просто предоставляю людям хороший, надежный сервис. Поэтому, если выставить, например, пять других компаний и поставить компанию мою, может, я и не буду на их фоне никак выделяться. Извиняюсь. Может, я и не буду на их фоне никак выделяться. сейчас-то мама звонит. Алло. Алло. Да, пап. Пап, сейчас я тебе перезвоню, буквально пять минут. Хорошо, говори, что? Говори, я тебя слушаю. Что, папа? Да, конечно. Пап, я потом посмотрю, я понял тебя, я посмотрю. Хорошо. Хорошо, я посмотрю. Давай, поцелуй. Это мы вырежем. Да. Да, не проблема у нас. У меня нет абсолютно никаких секретов от народа. Это мы не вырежем. Это мы не вырежем. Извини, я ошибся. Полянский, не понял, полянский, не понимает, на самом деле, что это в этом самый цимис. Бета-финанс. А я понимаю, что вот именно в таких вот мелочах, вот может быть, даже человек раскрывается. Поэтому, если поставить там пять компаний друг возле друга, может, мы ничем не выделимся. Мы хотим выделяться другими вещами. Например, я пока не хочу как бы раскрывать все секреты технологические, которые есть. Но у нас есть, например, вещи, которые мы будем давать своим клиентам, но которых нет ни у кого. Вот я гарантированно говорю, я знаю рынок, я посмотрел огромное количество компаний. Это хорошие вещи, надеюсь. Технологические, чисто технологии. Чисто технологии. То есть мы будем давать клиентам то, что, например, другие сервисы где-то продают, мы будем давать. У нас свои программисты. У нас вещи, которые очень многие написаны, лично наши ноу-хау. У меня огромные прямо файлы есть, которые я раздал программистам. Поэтому мы, скорее всего, вылезем больше после промежутка времени. Вот я пошел туда, и там это было. Ну, то есть репутация, она такая, значит, она есть уже, но технологическая репутация, она, естественно, будет заработана временем. Александр, большое тебе спасибо, и последний вопрос, как мы назовем наше интервью? А как корабль назовешь, так он и поплывет, на самом деле. Ты знаешь, ты должен же, как ведущий, ты должен придумать название, а не я. Я могу сказать все, что я хочу, понимаешь? Я могу иногда подшутить. Я могу провокационное название назвать. Честный Форекс от Александра Герчика. Андрей, мы с тобой, когда первый раз разговаривали, ты помнишь, я тебе сказал, для меня нет слова провокации. Когда человек позиционирует себя открыто, вопросов о провокации не должно стоять. поэтому ты можешь спокойно выбрать название, которое тебе понравится и назвать его, как ты хочешь. Я даже тебя не буду спрашивать сейчас, как ты его назовешь. Люди могут понимать и посмотреть, например, на часы и сказать, что сейчас я скажу конкретно по Москве 3.50. И люди могут понимать, что действительно интервью было в прямом эфире. 3.50, правильно? Ты сидел в Нью-Йорке? В Нью-Йорке, да. Да, ты сидел в Нью-Йорке. А у меня, кстати, вот тут как раз стоит Нью-Йоркское время. Вот теперь люди будут знать, что плюс 7 часов в Москве и люди будут знать, что это действительно правдивое интервью и никто им еще не выкидывает и не надо вырезать и задавать неудобные вопросы. Я надеюсь, что я смог по максимуму ответить на них. Я всегда с удовольствием с вами общаюсь, всегда рассказываю, как есть, поэтому любые вопросы ты всегда можешь задавать. если у читателей вашего ресурса или там слушателей твоего канала есть вопросы, мы вообще можем это сделать элементарно. Люди могут просто тебе все прислать, ты можешь все собрать воедино и, например, 2-3 недели мы можем все это записать и задать вопросы в прямом эфире я на них отвечу. Хорошо, Саш, спасибо тебе, иди покупайся немножко, там хорошая погода. Я не могу у меня еще с адвокатами и с технологическими компаниями еще совещать. Спасибо большое. Спасибо, взаимно.